Минуло пара лет, и я обзавелся собственным домиком. Чудом удалось убедить банкиров, что я буду вносить за него следующие 30 лет. Самоуверенность банкиров просто поразительна. Они не вчитываются между строк у Булгакова. Человек смертен, и смертен, ребята, внезапно. Домик в стиле Кейп Кот был обнесен высоченным забором. Во двор, по рецепту старика Макаревича, я запустил пару злобных псов в качестве антивируса от нежелательных посетителей и вообще мудаков. Мерно потекла уютная жизнь мелкого блогерного бюргера, склонного к унылой мемуаристике. Беда нагрянула ровно через год. Субтитры создавал DimaTorzok В самом конце нашей улицы уже за холмом был многоэтажный комплекс, где жили благие белые пенсионеры. Потом дом выкупила городская мэрия, и туда снова заселили пенсионеров, только на этот раз несостоятельных черных, выходцев из гетто, не успевших за долгую жизнь нажить себе маломальский капиталец. Это вызвало тихий ужас у нашей Заречной улицы. Райончик-то не богатенький, но лют-лют. Люд-то у нас здесь в основном белый, и вдруг такое. Голубые воротнички, мои соседи, продвинутый пролетариат, строители техники по обслуживанию кондиционеров и печек. Тут во всех домах отдельные кондиционеры и печки. Прижимистые рвачи автомеханики, вот такая, короче, толпа. А в другом конце улицы, вот если идти туда, там в доме-дуплексе индусы. На первом этаже они открыли лавочку, продают пиво, сиги, дешевый синтетический жрач, лотерейные билеты, а внизу живут, вернее, в Верхове живут сами. Из новоявленного гетто по родной улице потянулись потоки пожилых негроидов. Вы вообще обращали внимание, сколько среди негров больных, увеченных, искалеченных или, пользуясь библейской терминологией, откровенно расслабленных, это походило на толпу паломников, потерявших дорогу к Иисусу-целителю. Расслабленные и одержимые мелким бесом калеки на костылях, совершали марш-бросок в индусский магазин, где глушили жажду, особенно с утра, дешевым пивом, потом псевдоирландской бормотухой «Дикая роза Ирландии», а также спускали последние гроши на лотерейные билеты, в обход, таким образом прорываясь к американской мечте. Тут я вам замечу, что одним из незыблемых правил белого сообщества, даже голубых воротничков, является культ зеленой лужайки. Газон перед домом должен быть зеленым, четко выкошенным, и чтобы ни одного одуванчика или прочего непотребства. Травинка к травинке – элемент культуры, превращенный в доходный бизнес. Поддерживают газон по стандарту не только муторно, но и недешево, я вам скажу. Негров не коснулась чаша сия, никакого уважения к лужайкам. По пути из магазина они топтали мою траву, покрывая ее ворохом использованных лотерейных билетов, пакетов от чипсов, пивных банок, сигар-бланц, которые тут используют, так же, как православные используют папиросы Беломор. Наша улица ощетинулась новыми заборами, резко выросла поголовье недобрых собак, и где-то внутри домов начался процесс ритуального поклонения. Нежная, задумчивая чистка и сборка оружия под секундомер. Знаете ли вы, так же... Знаете, если вы так же, как и я, в меру ленивые и не особенно склонны к работе руками, только револьвер. Исключительно. Гламурные, навороченные автоматические пистолярррррс. Очень трудно собрать после чистки, я сам пробовал. Кроме того, простота револьвера делает машинку чрезвычайно надежной. Можно долго таскать прямо в кармане, иногда пренебрегать чисткой, но в нужный момент осечки или какой-нибудь пакости, вроде застрявшей в стволе пули, точно не будет. Да и гильзы потом не придется собирать, пользуясь на коленях. Револьвер. Я вскоре смирился с пожилыми неграми и их лотерейными билетами. Просто стал пару раз в неделю подбирать их лотерейные неудачи и пакетики от чипсов Менделеева. Иногда, поднимая очередной пробитый билетик, я бормотал заклятие типа «Да не выиграет обладатель сего в лотерею вовеки вечные! Эймен!» От лотерейного проклятия становилось легче, и жизнь продолжалась на радостной ноте. Но, увы, судьба готовила белому сообществу нашей улицы новый сюрприз. Ушлое чернокожее старичо стало пачками прописывать к себе внуков и внучек, призванных ухаживать за их последними унылыми годами, загнанными в небольшие и неуютные отсеки дешевого муниципального жилья. Теперь, вдобавок к неудобству в виде мусора на английских лужайках, возник грязный шум неприятного негритянского молодняка. Вверх по улице потянулись цепочки черных подростков и черных молодых людей, одетых, как движущиеся мишени для упражнений в полицейской стрельбе. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь, если вам захотелось бы сделать с ребенком уроки на улице, ну во дворе, то и дело приходится объяснять ребенку, что оборот мазафака ни в коем случае не следует повторять в школе, иначе и его, и моя жизнь будет обращена в сущий ад. Негропоток в индусский лабаз значительно вырос. Собаки крайне нервно реагировали на громкую манеру негритянского общения по телефону. Телефонным компаниям стоит поставить золотой памятник простому негру, как поставили памятник собаке Павлова, за их пагубное пристрастие к дорогим средствам мобильной коммуникации. Да и Google бы только выиграл, если бы начал развивать альтернативную от андроида ветку. Google Негроид. Телефон только для brothers and sisters. Ведь есть же краска для волос и дезик только для эбонитовых. Если же черномазые подонки не орали в шикарные трубы о формах и способах инцеста со среднестатистическими матерями, то перли упрямым маршем по улице в жутких разноцветных ушах от доктора Дре и в полный безлад выкрикивали самый наипаскуднейший рэп из всех отдаленно мне известных. Бездна расовой нетерпимости, похоже, завладела не только мной. Мой флегматичный сосед, бетонщик Брайан, тоже подхватил этот нездоровый вирус. Ему, кстати, совсем не подходит слово «бетонщик», потому что это словцо вызывает образ какого-то толстого пятнадцатисуточника, гоняющего шурика по совковой стройплощадке. Зеркальность бетонных дорожек, залитых Брайаном, это Казимир Малевич, вдруг нашедший себя в бетоне. Брайан – это Бетховен, застывший на садовой дорожке похотливым весенним глухарем. Вы в курсе, что писатель Харуки Мураками владеет собственным суши-баром, в котором души не чает? Брайан – это Мураками с мобильной бетономешалкой. А если бы видели Брайана без футболки со спины, вы не могли не отметить полного отсутствия шеи и зеленые наколки прямо на левой лопатке. Лысый злобный орел тискает когтями весь земной шар. Морская пехота США. Утром в гарбич дэй, когда все выкатывают вперед большие мусорные баки на подкорм гигантской мусорной машине Waste Management, я вздрогнул от сухого выстрела прямо за спиной. Будто, знаете, пошла вниз сосна, спиленная вечно усталыми героями Варлама Шаламова. «Fucking raccoons!» – успокоил меня Брайан, укладывая павшего енота поверх пакетов с мусором. Только взгляд его был направлен не на остывающий труп довольно крупного любителя поворошить в мусорке, а на очередного доктора Дре, пританцовывающего в направлении источника лотерейных индуистов. Motherfucking raccoons! Знаешь, дюд, я жду не дождусь, пока один из этих гребаных спуков зайдет ко мне во двор. Вот прямо сплю и вижу это. А чего? Ну как это? Чего? Пристрелю мразь за покушение на мою собственность. Это их на время охладит. Ага, холодный душ. Spooks no more. Превентивная атака. Вау! Это все, что я мог ответить. Стратегия и тактика морской пехоты. Последней каплей, которая сломала верблюду мозг, был бройлерный демон. Ему было лет 13, но энное поколение, выросшее на генетически модифицированном чикене, нельзя ни с кем перепутать. Когда чикен набирает за три недели вес трехмесячного бройлера, его вкусная и питательная плоть несет в себе код быстрой акселерации. 12-летнее чудовище отправило бы меня в нокдаун даже в первом раунде. Огромное тело со складками жира вокруг воображаемой талии и маленькая черная голова с жесткой щеткой, хорошо подходящей для чистки грилей. Вдобавок истукан на дух не переносил собак. Набеги его на Бхагаватам Шримагазин он совершал с убийственной чистотой. И неважно, рвал ли он вверх, сжимая в смуглые ручищи мелочь, предвкушая вожделенный петушок, или летучий и горючий, как бензин, чипсы Менделеева, или, может быть, кудахтал с добычей уже вниз, он всегда успевал оцепить где-то ветку смычок и сыграть им очередную бездарную версию пляски ведьм на моем заборе. Собаки не упускали ни одного случая влиться в аранжировку нестройным громким хором. Сначала меня охватывал страх. А вдруг кто-то из соседей пожалуется на шум? Любой контакт с полицией мог кончиться для меня рутинной необходимостью предъявить аусвайс. Аусвайса у меня давно не было. Да что там аусвайс? Даже лицензии на содержание собак? Добро пожаловать в цивилизованную страну. И той в помине нет. И я обрушивался на несчастных собак, которые в данном конкретном казусе были де-факто и де-юро безупречно правы. А вдруг кто-то из негров, а собаки вот почему-то всегда безошибочно определяли за забором цветных и поднимали гвалт. Вдруг кто-то из негров захочет отравить моих несчастных собак. Боже мой! Я даже похудел. Нормальный сон покинул меня. Что мне делать против 13-летнего переростка, жертвы лучшего в мире Чикина? Что? Субтитры создавал DimaTorzok Первый контакт с шестипалым мутантом закончился полной победой отечественной дипломатии. Выслушав мои мягкие жалобы на шум и возможную негативную реакцию соседей, демон раскланился и с долей птичьей грации, будто отдирижировавший бурный квинтет из тайских мальчиков, дирижер Михаил Плетнев с хрустом сломал свою палочку о невидимый пюпитр. Оценив всю торжественность исторического пакта, я сделал шаг назад и совершил ритуальный самурайский поклон, известный моим близким как поклон Акутагавы, как бы намекая, что во мне одновременно сосуществуют духи йопонского писателя и русского самурая. Где же я подрастерял свой юмор, задор, самурайскую выдержку, взял и возненавидел обычного, ну пусть толстого, вылупившегося из стандартных человеческих пропорций чернокожего пацана. Ведь я ненавидел его как-то особо, как бы вдобавок ко всем недостаткам еще и за то, что он черный. Понятное дело, они другие. Это я уже понял на бытовом уровне. Например, если у тебя много денег и мало времени, в магазине ты выбираешь линию с белым кассиром. Это значит вас обслужат быстро и без обсчета. Черные могут обсчитать, причем не со зла, а потому что им похуй и на вас, и на магазин. С другой стороны, если у тебя мало денег и много времени, потому что ты торчишь на пособии по безработице или еще какой госпрограмме, то ты встаешь в линию с черным кассиром. Черные ко всем этим купонам относятся с трепетным пониманием, а белый может глянуть как солдат на вошь. И все-таки надо стремиться к гуманистическим идеалам равноправного общества. Ведь этого сейчас от нас всех хотят, правильно? Доброе утро! Аминь. Да и потом, любить, конечно, тяжелее, чем ненавидеть, но я не слышал, чтобы кто-то от любви заработал себе язву желудка, а вот от ненависти, да, сколько угодно, сплошь и рядом. Ребята, я стану хорошим с сегодняшнего же дня. Увы, на третий день мятежный дух упрямого скрипача из Генуи и кавалера ордена за заслуги перед отечеством, похотливого музыканта Плетнева, вновь вселяется в это безголовое туловище адского бройлера. Как бы в отместку за трехдневный хрупкий мир, в музыку Шестипалова теперь врывается нестройный панк позднего, уже борющегося с дозой Курта Кобейна. И я снова ненавижу и его, и весь мир. Вероломное попрание пакта о ненападении со стороны толстого музыканта послужило предпосылкой к началу первого витка холодной войны. Собаки и домашняя челядь были переведены на рельсы военной экономики. Я стряхнул пыль со старого камуфляжа и стал отжиматься от пола на кулаках. Мои суставы щелкали. Н-word. Это так смешно. Это так смешно, что белые люди не могут использоваться, но белые люди используют это много. Да. Я просто не знаю, как это спросить. Почему это? Как это может быть? Ну, это зависит от того, что группы, которые владеют это, они могут использоваться. То есть, это не то, что это слово. Когда это дирогатый термин, это пермитает с эр. Когда это дирогатый термин, это пермитает с эр. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok В качестве превентивной меры был разработан и согласован план мероприятий оперативно-разведывательного характера. Я стал сосредоточенно наблюдать за повадками черного чикина, выстраивать закономерности в его появлении, высчитывать хронометраж, выводить синусоиды параллелепипедов поведенческого паттерна. Это сильно походило на подготовительный период в работе хорошего домушника. Знаете, тщательно все просчитать, спланировать перед скачком, так чтобы, схлопотав увесистые обвинения в виде кражи со взломом, не отцепить какой-нибудь старый магнитофон нота как последний лох в качестве основного трофея. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Через несколько дней я был готов к первой пограничной провокации. Я уже знал точное время появления безмозглого клиента и ждал его прямо за воротами гаража. Разумеется, рукоприкладство в этой стране пресекается так же, как и в колонии общего режима на уровне прошивки. Ну и как вообще можно представить мой спарринг с 13-летним мутантом из категории тяжеловесов? Но вот заставить его поверить, что я склонен к грубому насилию, было просто необходимо. Самый дух победителя – это 97% победы, ребята. Дух. Как только Паганинин приблизился к нашему забору и взмахнул смычком, резко с инфернальным грохотом вверх пошли ворота гаража, и оттуда юркой шаровой молнией вылетел я. Преодолев за секунду разделяющую нас дистанцию, я почти впритык оказался перед ним. На моем лице была боевая маска Бусидо, а глаза метали удары молний, будто мой Сигун слишком долго задержал еженедельное жалование рисом. Победа была быстрой и сокрушительной. Броллер-демон, который всегда производил впечатление унылого флегматика, вдруг врубил обезумевшего холерика, выскочил из шлепок Сабо и рванул вниз по улице с поразительной скоростью. Вот такие вот дела, такое вот отношение к чернокожим, надо с ним быть очень осторожными, но похоже, что прав у них чуть больше, чем следовало бы им дать. То есть, наверное, все-таки стоит как-то наравне людей держать, никого не принижать, но ставить кого-то под цветы кожи на шаг вперед, может быть, человека белого, но с большими знаниями, навыками, способностями, ну, на мой взгляд, не совсем верно. Ну, вот, так это работает в Америке, к сожалению, да. Так что всем удачи, если вы общаетесь с корнокожим, будьте очень осторожны, потому что аккуратно на выражениях и прочее. Так что, потому что можно себе неприятности очень много нажить. Я величественно наклонился, поднял его китайские шлепки, жалкую подъебку на Крокс, и с ожесточением швырнул их ему вслед. В ту же секунду меня, как персону, усиленно изучающую в ту пору украинский язык, вдруг осенила мысль о возможном изяществе рекламной кампании Крокс в Украине. Дело в том, что Крок, по-хохландски, это шаг. Люстрация, абокастрация и я наиперший Крок по дорозе от рептилоидов таможенного союза до продвинутых европейцах в мягких комфортных тапочках. Зроби свой звычайный Крок от динозавра коммунизма до евросексуала из найкращего майбутня. Он остановился через пару блоков и, затаившись в кустах смородины, с пылом молодого пастуха Онана метнул из прощи мелкой галькой в жестяные ворота моего гаража. Перепрыгнув через забор с другой стороны, я подкрался к нему сзади с другой улицы, затаив дыхание, тихо опустил руку на жирное плечо. От неожиданности молодой Анан издал клич более подходящий другому греческому изврату, Эдипу. Ой, мамочка! И подорвал от меня огородами и лужайками. Я быстрым пружинистым шагом направился следом. Вообще, здесь не принято шарахаться по чужим лужайкам и дворам. Можно легко схлопотать пулю. Мне кажется, даже где-то там есть такие уроды, которые специально хотят, чтобы им дали повод выстрелить. Это означает сделать доллар из 15 центов, мужик. Это означает сделать что-то из ничего. И здесь легко это делать. Чтобы хаслить, не обязательно продавать наркотики. Ты можешь хаслить, продавая лимонад. Или ты можешь хаслить, стреляя мелочи. Ты можешь работать на двух-трех работах. И можешь позволить себе иметь пять детей. What about police here? Бля, не спрашивай, мужик. Лужас нахуй. Пиздец. Пиздец. Пиздец? Пиздец. Понятно, что они делают свою работу и ловят там убийц. Но здесь они охуевшие вообще. Хочешь иметь дело с охуевшими ментами? Приезжай в Лувель Кентаки. Еще одно исключение исправить. Если ты белый и ты едешь в чернятнике, тебя спокойно может подрезать мусоргской вэн. И оттуда выбегут мусора в бронежилетах и с автоматами. И естественно, тебя обычно даже не спрашивают. Только лишь потому, что ты белый в чернятнике. Потому что в реальном чернятнике белых не любят. Какого хуя ты будешь делать в чернятнике? Только если поедешь за наркотой. Я думаю, они могли бы найти работу и получше. И они не появляются пока уже слишком поздно. У нас недавно была перестрелка на парковке. И подъехали мусора. И они даже не стали нихуя делать. Они просто ждали, пока все там поубивают друг друга. И я не понимаю эту полицию здесь. Короче, мы лучше сами порешаем ситуацию, чем будем звонить мусорам. Ты типа подстрелил меня. И я выжил. Мусора будут расследовать, кто это сделал. Я знаю, что это ты сделал. Но я не скажу им ничего. И когда я выйду из больницы, тебе пизда. Э, здоровяк, подкинь немного мелочи, братве. На бенз не хватает. Чего? Я говорю, подкинь немного мелочи. Не, извини, братан, денег нет. Ага, нет у него денег. Сука, трак-драйвер, блядь, и говорит, что нет у него денег. Это твоя машина? Ага. Засними, у меня там диски пиздатые стоят. А я люблю быстрые машины. Вон, видишь, моя красотка стоит с белым крылом. Эта хуйня разгоняется еле-еле. А моя, блядь, сразу, когда нахуй поехал, блядь. Я не бежал. Я просто быстро, поступательно шел за терпилой. Четкие, выверенные шаги механизма. Мое обличие скрывала каменная маска Терминатора-3. Именно это решительное выражение лица и неумолимость нечеловеческого в своей четкости движения оказались великолепной психологической атакой. Бройлерный демон издал истерический призыв к маме, и он звучал все чаще и чаще. Мама, мама, мама. А уже жалко даже его стало на долю секунды, но я вспомнил, как он швырял забор камнями и продолжал преследование. Официальное объяснение моему поведению на случай возможных осложнений с родителями и окружающими я уже давно придумал. Оперативное преследование с целью выяснения адреса проживания злоумышленника с дальнейшей сдачей жертвы на поруки собственным же родителям. Разберитесь с бройлерным чадом. Но неофициальной, главной причиной, на которую и делалась тайная ставка высшего командования, все же была необходимость показать черному бройлеру, как опасен окружающий нас с ним мир. Полный белых маньяков с давно не стриженными волосами и в запотевших круглых очках. Джон Леннон и его убийца отморозь в одном флаконе. Именно так не хватало техасской бензопилы. Но он видел, видел ее в моем взгляде, когда обреченно оборачивался. Мама, мама. Револьвер системы Станиславского, старого театрального самурая, сработал без сбоев. Так же, как работает система Кольта. Черный демон был полностью уверен, что я его обязательно убью. Убью, когда настигну. Убью мучительно больно. Сомнения вызывали только мелкие детали экзекуции. Через полквартала мы вдруг вырвались из огородов на улицу Рейберн. Тут тарахтела циркулярка. Это рукастый Брайан помогал соседям что-то выпилить. Голубые воротнички быстро оценили суть погони и приветственно махнули мне рукой. Мол, а ту его, а ту черножелпого педераста. И как ни в чем не бывало, они снова врубили плотников. Их молчаливое согласие приободрило меня, и я прибавил шагу и практически настиг Чикина на пороге его курятника. В этот самый момент дверь резко открылась, и из нее вырвался юный доктор Дре в одних семейных трусах по колено. В соответствии с американской военной доктриной шок и трепет, разработанной военным университетом при Министерстве обороны США, на поле боя с максимальной скоростью, с многочисленными зрелищными эффектами, развертываются военные силы, обычно многократно превосходящие возможные силы противника. Цель – быстро сбить противника с толку и парализовать его волю к дальнейшему сопротивлению. Полюбуйтесь вон на ковровую бомбежку Багдада в первую ракскую. Это и есть шок и мазафакин трепет, йоу нигас. Моментальная вспышка черного магния, и у меня мелькнуло перед глазами смуглое тело, покрытое небольшими, но очень крепкими, без единой молекулы жиромышцами, как у боксера Пакьяо. Такого эффекта можно быстро добиться, если какое-то время качать железо и при этом курить крэк. Тело Пакьяо было покрыто темной негламурной татуировкой, свидетельствовавшей о принадлежности хозяина сначала к уличной, а после, похоже, и к тюремной криминальной группировке. Я уже изготовился задействовать систему оповещения свой-чужой и преподнести ему свою версию событий, как вызывающий раздетый нигр резко двинул мне в основание нижней челюсти. Удар был технически безупречен, отолиты в башке так и запрыгали, а очки полетели к чертовой матери на землю. Почему-то в эти секунды я затеял с собой светский, ни к чему не обязывающий треп. Вот ведь глупо неграм бить портачки черными чернилами. Нужно бы какие-то белые для них изобрести и обеспечить себе таким образом комфортную старость. Но метамфетаминовый Пакьяо не учел двух деталей. Во-первых, я уже минут семь как вел преследование жертвы, и нейтрализующий шок и трепет адреналин просто булькал у меня в ушах. А во-вторых, получал я в основании челюсти не впервой. И все от людей, завидующих моей природной предрасположенности к изящной словесности. Проще говоря, ради красного словца я не жалел ни отца, ни мать, не окружающих одноклассников, за что часто в юности, регулярно можно даже сказать, бывал биц, в том числе и в основании челюсти. Так сказать, потоком бурных эпиграмс. Я не упал, а Близарука, пощуриваясь, обратился к Пакьяо по понятию. Братан, ты причесал своему беспредельному. Тип не катит камнями в двери, га! Не веря глазам и воспользовавшись преимуществом роста, черная молния провела короткую серию в область моей несчастной макушки. Левый, левый, правый, правый, левый, правый. Я покачнулся сильнее и прерывистым хрипом продолжал спич. Слышь, братан, сам рассуди-то! Здесь меня обдало волною ветра. Со мной рядом вдруг возник Брайан, сжимающий так называемую two by four, популярную многоцелевую доску размером 2 на 4 дюйма. Дюймовочка. С флангов подтянулись голубые воротнички квартала. Воу-воу-воу, ковбой! Ты сбрось оборота-то! Мы тут в приличном районе словами привыкли непонятки разруливать. Ты понял, да? На лице Пакьяо мелькнула вековая обида потомка черных пионеров, которых когда-то привезли в Америцу в виде багажа или ручной клади. Уж больно много однозначности несло в себе слово ковбой и приличный район. Блицкрик захлебнулся. Негр в трусах схватил под крылышко обалдела, таращиваяся на последний бой майора Пугачева-Бройлера и отступил. «Братан, ты с ним правильно разрули! Не катит каменюками-то!» И, пожалуйста, джентльмены, не могли бы мне помочь отыскать очки? Кажется, они спикировали вот по этой глиссаде вон на тот газон. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok